Добрый день, дорогие земляки! Сегодня мы проводим пресс-конференцию, и я бы хотел бы вам представить участников, которые сегодня присутствуют здесь у нас на нашей конференции. Значит, Манжикова Наталья Сергеевна, Республиканское отделение «Справедливая Россия» в Республике Калмыкия, председатель. Бармагнаев Батарович, региональное отделение Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко», председатель. Бембетов Владимир Петрович, региональное отделение общественной организации «Защитники Отечества», председатель. Сегодня у нас здесь присутствует межфракционная группа Народного Урала Парламента Республики Калмыкия. И я хотел бы вас представить вам, Бакинова Саглара Александровна, представитель межфракционной группы, Бембеева Мегмир Горяина, представитель межфракционной группы, Цымбалов Сергей Александрович тоже является представителем межфракционной группы, но он еще является председателем Союза инвалидов локальных войн Республики Калмыкия. Здесь присутствуют у нас лидеры общественного мнения Дакенов Савур Павлович и Убушиев Санал Валерьевич, это представляет общественное движение, наша Калмыкия является председателем Совета. И сегодня мы хотели бы вам высказать свои мнения, почему сегодня мы даем эту пресс-конференцию, какие ли цели и задачи мы ставим перед нами. И естественно, конечно, хотели бы услышать и ваше мнение, как нам дальше работать, что нам делать. Если вы нам подскажете, значит мы будем, естественно, все ваши замечания, заявления, обращения принимать во внимание, значит и делать так, чтобы это было всем выгодно. Сегодня мы, ряд политических партий Республики Калмыкия, лидеры общественных мнений, общественно-политических движений собрались для того, чтобы объявить вам о том, что мы принимаем решение о консолидации общественно-политических сил Республики Калмыкия в выбранной кампании 2021 года. Почему мы пришли к такому мнению? Впервые в избирательном законе применяется новый метод голосования. Это три дня. И мы сегодня убеждены в том, что ни одна партия на территории Республики Калмыкия не сможет проконтролировать, чтобы выборы были прозрачными и честными. Поэтому, обсудив ситуацию, проконсультировались мы с юридическими нашими службами и пришли к мнению о том, что нам необходимо объединить свои ресурсы, силы для того, чтобы эти выборы прошли в соответствии с законом. А это значит без фальсификации. Нам необходимо сконцентрировать все свои ресурсы для обеспечения прозрачных, честных и справедливых выборов. Самое главное – пресечь антинародную деятельность территориальных избирательных комиссий, чаще участковых избирательных комиссий. А то, что будут фальсификации, мы в этом убеждены и считаем, для того, чтобы пресечь, нам необходимо объединиться. Ведь мы не случайно понимаем, что власть приняла метод голосования в три дня для того, чтобы сфальсифицировать эти выборы в связи с тем, что вряд ли сегодня политическая партия, которая имеет сегодня конституционное большинство, сможет в 2021 году повторить эти выборы 2016 года. Поэтому считаем, что для того, чтобы выборы прошли честно, мы должны объединиться. Ну и еще один вопрос, который в общем-то в дальнейшем будет рассматриваться. Если мы придем к единому мнению и посчитаем нужным, для того, чтобы выбрать выборы, мы можем принять решение выдвинуть одного единого кандидата, если, например, мы соберемся от нашего уже объединения или объединенного демократического блока, как он может считаться там, или еще каким-то образом. Но, тем не менее, сегодня у нас такие подвижки, скажем, согласия и желания, они у нас есть. Поэтому в дальнейшем, после того, как мы сможем, так сказать, объединить усилия для того, чтобы выборы прошли, как бы скажем, проконтролировать эти выборы, то мы считаем, что мы можем прийти к единому мнению по единому кандидату. Еще один момент, который я хотел бы отметить. Мы начинаем с будущего года обучение наблюдателей и всех участников процесса, которые будут участвовать в выборной кампании 2021 года. Для чего это необходимо? Вся ситуация в том, что многие наши преданные, честные наблюдатели просто не знают, скажем, юридических законов, защититься не могут, значит, или же начнут предъявить заявление, обращение и претензии к тем нарушителям, которые они ловят за руку, значит, и, к сожалению, потом мы не можем те документы, которые у нас требуют в судах и в прокуратуре, мы не можем их предъявить, в связи с тем, что просто наблюдатели наши не знают этих законов. Вот чтобы этого не было, чтобы восполнить этот пробел, мы пришли к мнению и к выводу о том, что нам необходимо проучить, выучить, обучить наших людей, которые будут участвовать в выборной кампании 2021 года, да не только в выборах 2021 года, но и в последующих выборах. Поэтому мы тех людей, которые хотели бы пройти такое обучение, мы приглашаем вас всех для того, чтобы вы пришли, записали, значит, и мы провели бы с вами те семинары, которые вам будут необходимы. Избиратели, Мендет Сугар, сегодня я поблагодарю своих коллег, которые пригласили 29 декабря в 15.00 на пресс-конференцию активных региональных отделений политических партий, расположенных и зарегистрированных на территории Республики Калмыкия. Предваряя тему пресс-конференции и приглашая меня на нее как депутата Народного хорала, как члена междепутатской межфракционной группы, созданной в Народном хорале по поводу открытого письма в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Эта тема касается тяжелейшей ситуации, которой оказалась Республика Калмыкия. Мы, многие коллеги, которые сегодня представляют и региональное отделение, буквально обсуждая на предыдущей 21-й очередной сессии и принимая главный финансовый документ Республики Калмыкия в рамках трехлетнего бюджета озабочены той ситуацией, которая сложилась не только с состоянием государственного долга Республики Калмыкия, не только с кредиторской задолженностью, возникшей по государственным программам в рамках реализации национальных проектов, но и теми обстоятельствами, которые всех нас, наверное, консолидируют на здравый смысл. Здравый смысл сегодня в Республике это, наверное, общая консолидация и решение тех проблем, которые накопились буквально в Республике Калмыкия с начала пандемии, с весны этого года. 200 летальных случаев и 200 наших земляков, которые ушли сегодня из-за заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Та официальная статистика в официальных средствах массовой информации, что сегодня Республика Калмыкия находится на четвертом месте заболевания, на 100 тысяч населения по COVID-ситуации, говорит о многом. Говорит о том, что мы с вами, земляки дорогие, не можем обеспечить элементарные условия нахождения в стационарах наших земляков. И этот вопиющий случай, летальный случай, который сегодня есть в Республике, говорят о том, что необходимо объединить усилия и настаивать на том, что все-таки необходимо в срочном порядке строительство многофункционального, быстровозводимого ковидного госпиталя. Председатель правительства Юрий Викторович Зайцев, обсуждая уже рабочие моменты на совещании, у нас этот срок определен строительство ковидного центра с дальнейшим использованием под инфекционную больницу. Это первый квартал 2021 года. Принимаемый президентом Российской Федерации меры и, наверное, сегодня та вакцина, которая есть, она у нас тоже завезена в Республику Калмыкия, говорят о том, что необходимо консолидировать усилия не только в первичном звене здравоохранения, о чем, в принципе, мы все знаем в рамках реализации национального проекта здравоохранения, но необходимо решить и вопросы своевременного финансирования и доведения лекарственных средств до каждого земляка, до каждого гражданина Республики Калмыкия. У нас с вами в семьях есть родственники, которые болеют ковидом, и закупка лекарственных средств в наших больницах, к сожалению, проходит только за счет средств наших пациентов. Вторая проблема, которая интересует граждан Республики, сегодня я в очередной раз благодарю заместителя председателя Народного хурала Нурова Николаевна Ирнеевича, который, курируя агропромышленный комплекс, в рамках своей инспекторской проверки по состоянию государственной собственности Республики Калмыкия выезжает для оценки ситуации сельхозпредприятия Республики Калмыкия, поскольку последствия засухи напрямую отразились и на сегодняшнем прохождении зимовки. Понятно, что есть причины, о которых сказал профильный министр сельского хозяйства, это климатические условия, но все-таки, наверное, правильное своевременное принятое управленческое решение со стороны руководителей сельхозпредприятий тоже является отправной точкой в оценке той ситуации, которая сложилась сельхозяйственной отрасли Республики Калмыкия. Сегодня по предварительным итогам социально-экономического развития у нас в период с января по август 2020 года идет сокращение категории сельхозживотных во всех категориях хозяйств. Цифры я не буду приводить, чтобы не тратить наше время, но тем не менее мы сегодня не знаем ту статистику, которая сложится по концу года. Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, накануне проведения, наверное, самой главной это государственной, федеральной выборной кампании, это выборы в Государственную Думу, сегодня общественно-политические силы и здравомыслящие граждане Республики Калмыкия пришли, чтобы выразить, наверное, общую цель и общую нашу консолидацию в том, что необходимо объединить усилия и постараться, по крайней мере сегодня, достучаться не только до руководства Республики Калмыкия. Свою позицию мы, как депутаты Народного хура, уже озвучили на площадках Народного хурала во время рабочих сессий и рабочих заседаний. Сегодня мы говорим о том, что мы, представляя общественно-политические силы, региональные отделения, политических партий, я сегодня представляю межфракционную группу, созданную в Народном хурале, междепутатскую группу, говоря о том, что 2021 год должен стать для нас отправной точкой о том, что мы должны слышать, видеть и решать проблемы наших граждан Республики Калмыкия. Сегодня я анонсирую о том, что мы с января 2021 года, это будет, скорее всего, середина января, межнаша депутатская фракционная группа организовывает прием граждан населения Республики. Мы сегодня в рамках своих депутатских полномочий будем проводить приемы для того, чтобы каждый гражданин Республики Калмыкия мог озвучить ту проблему, которая сегодня его интересует. А мы в рамках своих полномочий, как представители междепутатской группы, как депутаты Народного хурала, будем и постараемся решать наши вопросы. Поэтому спасибо, коллеги, за внимание. Сегодня мы собрались не для того, чтобы в узком кругу обсудить то, что происходило в этом году, или какие-то планы, планы перспективные на будущие и последующие годы. Мы собрались для того, чтобы обратиться к жителям Калмыкии и обратить внимание своих сограждан, соотечественников на то, почему происходит так, как происходит. Что нужно сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию. Ситуацию просто трагическую. Происходит абсолютная деградация всех сторон жизни государства и общества. Происходит деградация государственного механизма. Все показатели социально-экономического и прочего развития падают который год. Причем падают весьма прискорбным образом. В том числе это касается физических смертей. И смерти происходят не только от ковида, но и от других болезней. Причем происходит рост смертей от других заболеваний. Потому что другие сферы, другие отрасли здравоохранения сейчас заброшены государственной властью. Власть по сути не выполняет своих обязательств, которые определены ему законодательством. В этих условиях к сожалению наше население проявляет пассивность и равнодушие. Даже на выборах, где народ мог высказать свое отношение к тому, что происходит в стране, люди в основном не проявляют свое отношение, не голосуют, не участвуют в голосовании. В результате той системы выборов, которая создана за последние 20 лет, к власти приходят люди, которых мы можем назвать в основном есть, конечно, достойные люди среди депутатов разного уровня, но есть просто негодяи. Большинство депутатов и местного самоуправления, и в регионах, и в Государственной Думе это подлецы, воры, негодяи, коррупционеры и так далее. Потому что создана система, система отбора, в результате которой к власти приходят такие люди. На тех выборах, которые предстоят в следующем году, выборах в Госдуму, мы могли бы объединившись, объединившись свои силы, мечты, свои ресурсы, выбрать наконец человека, который бы руководствовался интересами населения Калмыкии. К сожалению, в Калмыкии очень много лет у власти находятся люди, которые абсолютно равнодушны к нуждам людей и к судьбам нашей республики, которые являются, по сути дела, послушными кивалами, исполнителями воли Москвы и Кремля. Вот такие люди и ведут собственно к гибели государственным механизмом, который называется Республика Калмыкия. Ведут к тому, что в нашей республике который год не уменьшается, а увеличивается миграция населения, не трудовая миграция, а миграция со сменой жительства, постоянного жительства. Когда у нас разрушаются все экономические основы, мизерная налогооблагаемая база, когда доходы населения в республике являются едва ли не самыми низкими в России, и в этом отношении мы постоянно конкурируем с Тувой и Ингушетией. Эта прискорбная ситуация является в том числе очень много причин, но в том числе результатом участия в выборах, в выборах всех уровней власти. Давайте посмотрим на то, как у нас происходят выборы депутатов Народного Хурала. Это единственный и последний орган представительства коренного населения, вообще населения республики Калмыкия, который может решать актуальные, важные, жизненно важные вопросы развития региона и его населения. Дело в том, что должность главы республики давно является креатурой Кремля, то есть система выстроена таким образом, что главой республики у нас становится человек, который назначается из Кремля. И мы, к сожалению, не можем ничего сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию. В результате на уровне нашего региона высшем представительном органе власти оказываются люди, которые принимают решения напрямую вредящие нынешней ситуации и будущему населения республики Калмыкия. И прежде всего айрат калмыцкого народа. Потому что для калмыков это единственное место компактного проживания нашего народа, где могут быть в полной мере обеспечены права и свободы калмыцкого народа. Ни одного другого региона в России, ни одной другой страны, которая могла бы обеспечить это, на этой планете не существует. А выборы в Госдуму или вообще этот орган федеральное собрание и его палата Госдума. Орган, где мы имеем возможность лоббировать свои интересы через принятие федеральных законодательных актов. Туда опять же с 90-х годов постоянно избираются при всевозможных фальсификациях и подтасовках люди, которые руководствуются только личным интересом. Они ничего не в состоянии сделать в интересах живущих ныне на территории республики Калмыкия и их потомков, наших детей, внуков, правнуков и так далее. Люди, которые здесь не живут, которые после того, как заканчиваются их депутатские полномочия, уезжают жить в Москву, в Прибалтику и так далее. Это чужие нам люди. Да, они калмыкии, их родители калмыкии, но они не патриоты, они не калмыкии, они московитяне, люди, которые, к сожалению, равнодушны к тому, что происходит и будет происходить с республикой Калмыкия. И вот мы как раз объединившись здесь, я надеюсь, представляя разные партии, разные общественно-политические объединения, должны в будущем году добиться того, чтобы наконец депутатом Госдума стал человек от населения Калмыкии, который желательно, чтобы он жил здесь, в республике Калмыкия, чтобы он не был москвичом, чтобы он не был жителям ближнего зарубежья. Я надеюсь, что нам удастся объединить свои усилия и добиться избрания такого человека. А такой человек нам нужен, потому что мы здесь, на территории Калмыкии, не вправе определять ни одну, ни один из приоритетов нашего национального, территориального, регионального, экономического и так далее развития. Все решения сейчас принимаются в Москве на уровне федеральных органов власти, в том числе Госдумы. Здесь прозвучала оценка того, что недра нам нужно вернуть народу Калмыкии. Но опять же, решение об отборе этого полномочия, этого права было принято на уровне Кремля в Госдуме. Поэтому в Госдуме должен быть человек, который будет представлять, реально представлять интересы калмыцкого населения и всего населения Республики Калмыкия вне зависимости от национальности, который будет лоббировать наши интересы и, может быть, он и не добьется принятия каких-то конкретных законодательных норм, но он должен требовать этого, должен публично выступать и защищать. Кроме того, надо иметь в виду, что там, в Госдуме, есть представители других коренных народов России, представители российских регионов, которые заинтересованы в расширении полномочий и обеспечении тех прав, которые определены для регионов и народов России в Конституции Российской Федерации и международном законодательстве. Мы должны в лице члена Госдумы получить реального защитника интересов народов Калмыкии. Я хочу, чтобы к нашему кругу организации и партии присоединились и были приглашены другие видные общественные деятели Республики Калмыкия. Мне, например, странно здесь не видеть председателя Чулган Съезда Уайрат Калмыцкого народа, главного редактора газеты Современной Калмыкии Валерия Антоновича Бадмаева, видного юриста, человека, который защищает коллективные, групповые, национальные интересы нашего народа на протяжении многих лет Атеева Семена Николаевича. Есть еще ряд других людей, которые могли бы присоединиться к нам в нашем желании защищать интересы, реально защищать интересы народов Калмыкии. В общем, я хочу выразить уверенность и обратиться к населению Калмыкии в следующем году, приложить все силы для того, чтобы в Государственной Думе наконец появился представитель народов Калмыкии. Давайте сделаем невозможное. Сегодня мы собрались в преддверии Нового Года для того, чтобы выразить позицию ряда политических партий, общественных организаций по следующему году. Почему именно по 2021 году оппозиции наши в этом году? Потому что 2021 год является в какой-то мере судьбоносным. В 2021 году пройдут выборы в Государственную Думу. Это главные партийные выборы страны. Часто я слышу от земляков нас не волнуют итоги выборов. Нам все равно кто победит. Для нас главное, чтобы мы здесь в Калмыкии жили хорошо. Чтобы у меня татара паслась, было все хорошо, корма были заготовлены, чтобы мои дети были сыты, обуты, чтобы в школе учились хорошо. Но при этом они не понимают, одного момента. Вот смотрите, из года в год в Калмыкии на всех выборах наблюдается массовая фальсификация. Фактически воруют голоса у одних партий в пользу правящей партии. И именно поэтому к власти в республике приходят люди, которые не в состоянии решать назревшие проблемы республики. А проблем у нас накопилось очень много. И сегодня ряд партий, общественных движений собрались вместе, чтобы заявить о том, что мы выступим консолидировано на следующих выборах. Что мы консолидировано будем контролировать ход выборов и контролировать подсчет голосов. Почему это важно? Вот смотрите, в 2018 году прошли выборы в Народный Урал. Выборы достаточно скандальные. достаточно вспомнить уже ставшее легендарным видео, снятое Сойхулаевой, поселок Приманочский. Это видео в Ютубе, по-моему, больше миллиона лайков набрало, просмотров. После этого мы, в общем-то, иницировали и был суд. Решением суда три действующих лица этого видео, скажем, были осуждены по статье Уголовного кодекса. Также именно на выборах 2018 года, если мы возьмем результаты выборов на участковой избирательной комиссии, которая располагается в Медколледже, там также наши наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней, и в результате председатель УИКа также был осужден. Я хочу сказать, что от нашей активной позиции зависит, будут ли итоги следующих выборов сфальсифицированы, будут ли уворованы голоса других партий. Ведь на самом деле, после этого прошли уже выборы в Алистинское городское собрание. Мы проводили соцопросы. Согласно результатам соцопросов, Алистинское городское собрание должно было состоять из трех основных фракций. И самое интересное, что голоса между ними распределялись где-то равномерно, то есть где-то по 30 КПРФ «Справедливая Россия» брали. А результаты выбора совсем другие. А теперь жители города Элисты часто приходят к нам избиратели и жалуются на то, что творится в нашем городе. А кто виноват? Ведь виновата наша пассивная позиция. Ведь многие рассуждали, да нам все равно, как пройдут выборы, кто придет к власти. Ну пришли к власти. Эффективный менеджер трапезников. Непонятно, каким образом ставший председателем Элистинского городского собрания господин Арзаев. И что мы видим в городе? Что у нас? Процветает город Элистас, столица республики? Нет. Постоянно. При рассмотрении каждого бюджета мы все больше и больше денег выделяем на наш город. Потому что они не справляются, они не в состоянии рационально тратить бюджетные средства. И республиканскому бюджету приходится постоянно помогать. Я еще раз хочу сказать, ведь от того, как мы голосуем и как мы контролируем выборы, зависит качество жизни каждого жителя нашей республики. Ведь если бы мы пришли в 2018 году и проголосовали по совести, то сегодня наш Урал был бы дееспособным органом власти республики. Но, к сожалению, вот на сегодня два представителя справедливой России. Конечно, это мало. Конечно, очень много голосов было просто своровали голоса. Когда, извините, целлофановыми пакетами бросают бюллетени, о какой справедливости можно говорить. Но, вы знаете, два человека в народном Хурале оказались одной из самых активных фракций народного Хурала. Как говорил мой коллега Манжиев, да, нас было двое на первой сессии Хурала, но сегодня нас уже семь человек. Сегодня уже создана межфракционная группа депутатская, которая, в общем-то, активно работает на каждой сессии и добивается рассмотрения самых актуальных проблем республики. Возьмем последнюю сессию. Вот то же самое мы рассматривали бюджет. Многим кажется, да какая разница, какой бюджет утвердят депутаты Хурала. Как жили, так и будем жить. Ничего подобного. Ведь от сбалансированного бюджета зависит многое в республике. Когда мы принимаем бюджет с дырой в один миллиард, а это не мои цифры, эти цифры дала Федеральная налоговая служба по республике Калмыкия, то соответственно мы предполагаем, что уже расходы бюджета в следующем году на этот миллиард будут не покрыты. То есть мы не выполним многие статьи бюджета. Когда мы принимаем бюджет с уменьшением затрат на здравоохранение, это уже предполагает, что многие останутся без необходимых лекарств. То есть то, что у нас сейчас творится, так и будет продолжаться. То есть больные так и будут покупать лекарства на свои средства. Мало того, что лекарства покупают, так они еще зачастую питаются из дома и белье с собой приносят. это ненормально. Мы такой же регион, как и любой другой регион России. И стандарты здравоохранения должны быть одинаковыми. Этого должны добиваться прежде всего не только депутаты, но и исполнительная власть. Вот на последней сессии Хурала выясняли, а кто главнее? Исполнительная власть или законодательная? Когда министр сельского хозяйства сказал, а какое право имели депутаты без согласования с Минсельхозом приехать в этот совхоз снимать? Речь шла об акционерном обществе Лангкевича. На самом деле депутаты имеют право приезжать в любое акционерное общество, которое является республиканской собственностью. А мы в это акционерное общество в прошлом году влили 42 миллиона рублей. И депутаты имеют право проверить и проконтролировать, как тратились эти деньги, на что они ушли. Это норма республиканского закона о народном хурале республики Калмыкия. Вот межфракционная группа приняла решение контролировать состояние дел во всех акционерных обществах с республиканской собственностью. Потому что это собственность республики. мы приняли решение контролировать ситуацию с работой нефтяных компаний на территории республики Калмыкия. Вот на последней сессии, например, председатель правительства Юрий Викторович Зайцев сказал, что мы хотим вернуть, значит, возродить Калмыц, создать некую калмыцкую нефтяную компанию. Фактически он процитировал лозунг моей предвыборной кампании «Вернем недра Калмыкии жителям республики». То есть сейчас, когда Евросибойл на грани банкротства, а вы знаете, что все основные средства Евросибойла это основные средства Калмыфти, они перешли Евросибойлу практически за бесценок и сейчас в общем-то появилась идея создать эту компанию. Это хорошо, но с другой стороны, на мой вопрос, почему до сих пор правительство Республики Калмыкия не инициировало отзыв лицензии у Евросибойла, который до сих пор качает нефть, причем мы не знаем где вообще фиксируются объемы добытой нефти. Каждый день по несколькому в общем-то машину ходят в сторону Дагестана. Фактически получается идет разворовывание недор республики и ничего не делается. Нам только обещают, что собираются создать такую компанию, собираются проконтролировать, есть какие-то планы и так далее. Вот смотрите, у этого руководства республики нынешнего уже прошло два года фактически и что сделано? Пока ничего. Поэтому я считаю, что сама идея, которая назрела, стала необходима, идея консолидации всех ресурсов партии, представленных сегодня на этой пресс-конференции, общественных движений, очень правильная. Я считаю, что мы должны системно поработать и к выборам, но уже понятно, что выборы в Госдуму пройдут в сентябре следующего года, к выборам следующего года подойти единым фронтом. Единым фронтом и поставить заслон. Мы знаем, какой партии, партия Единая Россия, которая сегодня по соцопросам даже 20% не набирает в Калмыкии. И я думаю, что выборы должны пройти. Все мы хотим честных и справедливых выборов. И за справедливость просто нужно драться. Я ничего не сказала о выборах в сентябре этого года. 13 сентября прошли выборы во всех районах нашей республики. Наблюдались массовые фальсификации. И вы знаете, что самое интересное, что никто не реагирует на эти фальсификации. Направляем депутатские запросы, направляем письма в следственный комитет, прокуратуру республики Калмыкия. Молчание, одни отписки. Вот приведу пример. Участковая избирательная комиссия номер 153, это село Калмыки Сарпинского района. Всего избирателей зарегистрировано там 528 человек. Наш наблюдатель на 18 часов зафиксировал 176 избирателей. И эта цифра совпала с той цифрой, которую передал председатель Луид, и она занесена, ее можно увидеть на сайте Центральной избирательной комиссии. 20.00, прошло два часа, за это время наш избиратель зафиксировал всего 10 человек. 10 избирателей пришло. Ну, представляете, маленькое село с 6 до 20.00, вот пришло на избирательный участок всего 10 человек. Ну, вроде бы нормально, но когда стали подсчитывать бюллетени, оказалось на 207 избирателей больше проголосовало. То есть за эти два часа где-то, но, видимо, виртуальные избиратели пробежали по этому участку, 207 человек. И мы не можем в суде доказать справедливость. Поэтому почему и необходим консолидированный контроль именно на участковых, на уровне избирательных участков. Нам нельзя надеяться на суды, на решение прокуратуры, что Следственный комитет возбудит уголовные дела. Ничего подобного. Вот в нынешней ситуации надеяться нужно только на себя и на консолидированный контроль на избирательных участках. В заключение я просто хотела бы поздравить всех жителей Калмыкии с наступающим Новым годом. Пожелать всем здоровья, счастья, всех благ. Пусть 2021 год станет для всех годом удач, годом успеха, годом справедливости и годом для всех жителей Калмыкии. Я хочу пожелать, чтобы следующий год стал годом добрых перемен. Добрый день. Я представляю здесь политическую партию «Защитники Отечества», которая на сегодняшний день в полном составе объединилась с Российским Общенародным Союзом. И наше региональное отделение сейчас находится на стадии организации. Я здесь присутствую потому, что считаю правильную мысль в преддвериях такого важного шага, как выборы в Думу. Нам необходимо объединиться, объединить наши усилия для того, чтобы выдвинуть своего кандидата, который бы реально представлял наши интересы. Вот поэтому я здесь, поэтому все наши члены партии все стоят на этой позиции. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые земляки. Дмитрий Кентар-Ирнут. Хочу к вам обратиться со следующим. Наступает 2021 год. В этом новом году ожидается много важных политических событий, которые могут повлиять на жизнь как в нашей республике, так и в нашей стране. В преддверии наступающего года хочу вас прежде всего поздравить, пожелать вам в новом году больше радостных событий, ну и так, чтобы вам было меньше поводов для огорчения. Ну, перейдем к нашей повестке. Сегодня меня, как общественного деятеля, пригласили на круглый стол. Я хочу что сказать, сложившаяся в республике ситуация за последние 27 лет привела нас к социально-экономической, я считаю, политической катастрофе. то есть все эти 27 лет под молчаливое как сказать согласие большинства жителей, которые не отстаивали активно свои права, соглашались с тем положением, с той ситуацией, бесправие, привела нас к тому, что в республике республика была превращена фактически в резервацию, без возможности для большинства достойного проживания. Это привело к массовому оттоку населения. То есть население республики и так небольшое, чуть около 300 тысяч жителей, я не знаю, сократилось, наверное, больше, чем на треть. Для нашей республики это катастрофа, потому что с жителями уезжает и возможность того, чтобы здесь были люди, которые боролись бы за будущее этой территории, боролись бы за будущее нашей земли. Я сам прожил 14 лет за пределами республики, я прожил в Москве, но я был вынужден уехать для того, чтобы прокормить свою семью, своих детей и, конечно, то, что происходит дома, оно меня беспокоит. Я не побоюсь такого слова, у меня болит сердце за происходящее в республике. И продолжать дальнейшее пассивное наблюдение, продолжать то, как наше население живет в бесправной резервации, ну, уже нельзя. иллюзия. Конечно, эти выборы важны, выборы в Госдуму, все мы хотим, чтобы туда был выбран человек, который будет достойно представлять интересы и права жителей республики. Но мы, чтобы не питать иллюзии, мы живем в системе, когда уже много-много лет все результаты любых выборов, а именно результаты голосования, они просто фальсифицируются. Из-за этого мы имеем то, что имеем. То есть, это система многолетнего отрицательного отбора, когда у нас на всех уровнях исполнительной и законодательной власти оказались люди оторванные от нужд и интересов населения. И они совершенно в данной системе не зависят никак от населения. и соответственно это привело к тому, что интереса населения защищать некому. И фактически взять на примере нашей республики то, что допустим много лет мы живем в такой ситуации, многие общественные деятели, неравнодушные граждане обращаются в разные органы власти, в правоохранительные, в судебные органы и не могут добиться ни правды, ни истины, ни справедливости. В нашем обществе уже давным-давно созрел запрос на справедливость. Многим уже надоело это многолетнее вранье, лицемерие, то, что нас вот так вот обкрадывают, то, что нас лишают всех прав. Нам остается только молча наблюдать, либо уезжать, опустив руки. Ну, я считаю, что сегодняшнее событие, оно будет иметь ключевое значение, потому что мы уже подошли к тому моменту, когда нам надо не надеяться на кого-то, что нас заметят или услышат. Нам надо действительно попытаться самим консолидироваться, отбросить наши все личные амбиции, хотелки, да, и уже как-то выработать в интересах нашего общества, нашего населения свои требования к тем кандидатам, которые, ну, которых мы, допустим, хотим видеть в этих представительных органах власти. Я думаю, все у нас получится, и я думаю, если мы сможем действительно быть консолидированными, действительно сможем отстаивать те интересы не свои личные, а нашего населения и общества, то мы будем иметь поддержку. Поэтому хочу еще раз вас поздравить с наступающим Новым Годом, ну, и пожелать нам всем удачи. От присутствующих здесь руководителей политических партий, от моих коллег-депутатов, которые сегодня присутствуют здесь на пресс-конференции, от межфракционной группы, от лидеров общественного мнения, поздравить весь наш калмыцкий народ с наступающим Новым Годом. Да, Старый Год уходит, конечно, он был очень сложным для нашего народа. К сожалению, мы прошли, еще не прошли тот путь, это пандемия COVID-19, которая еще у нас находится здесь, к сожалению, у нас и уходят наши земляки, более 200 человек мы так сказать похоронили по крайней мере не мы, а близкие родственники, друзья. Естественно, конечно, это печально. Но в то же время хочу сказать, что мы с честью вышли из этого года, нужно отдать должное нашим, терпение нашего народа, нашим селянам, которые сегодня теряют, подрывают свою экономику, когда идешь большой падеж, нам конечно жалко, что к сожалению в 21 году последствия этого падежа, они конечно скажутся в кармане и на экономике наших селян, и мы думаем, каким образом в этой ситуации помочь, каким-то образом выбраться из этой ситуации, значит, мы сегодня ставим вопрос и предусмотреть какие-то льготы, какую-то помощь, значит, и в бюджете республик Калмыкии предусмотреть, значит, и на сегодняшний день помочь не только нашим, значит, физическим лицам, но и тем людям, которые занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, крестьянским фермерским хозяйством, и конечно, хотелось бы пожелать вам всем терпения, удачи и мирного неба над вашими головами. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл» «72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын» «Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендефт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.